Здравствуйте, меня зовут Валерия Берест. Я искусствовед, куратор художественных и выставочных проектов. И мы продолжаем с вами цикл программ «История одной картины». Сегодня мы поговорим с вами о самом знаменитом, можно сказать хрестоматийном русском полотне, «Опять двойка» Федора Решетникова, которая была выполнена в 1952 году. Эта работа – часть трилогии, и она рассказывает нам историю из жизни мальчика. В 1948 году художник создал первую часть, прибыл на побывку, в 1952 опять двойка, а в 1958 переэкзаменовка. Федор Решетников родился в семье иконописцев. Его старший брат, по сути, стал его первым учителем. И впоследствии эта особая традиция иконы, иконописи, становится для него особенно важна. Но его становление происходит в период развития Советского Союза. И это отражается в том числе и в тематике работ, которые он создает. Но в чем же особенность работы «Опять двойка»? Почему она стала так любимой, популярной и часто встречается в массовой культуре второй половины 20 века? Любопытна та история, которая сокрыта за ней. Сама идея работы пришла художнику благодаря его дочери. Однажды она вернулась из школы и, к сожалению, принесла не пятерку, а двойку. Была невероятно расстроена. И художник, который планировал рассказать историю об ученике-отличнике, подумал, что это была бы неплохая идея – отразить те эмоции, которые ребенок приносит домой. Рассказать о том, как он делится и как он переживает происходящее. Моделью для его работы стал мальчик, которого он встретил во дворе своего дома. Это был обычный советский мальчишка, игравший в футбол. Причем художник не говорил ему, что будет изображать его как двоечника. Он долго искал выражение лица, которое могло бы подсказать тот самый необходимый, нужный тон характера этой работы. Ему даже пришлось сказать мальчику, чтобы тот представил себе, как ему забивают голову. Именно эта невероятная новость действительно отражена на лице ребенка на этой картине. Другие персонажи этой картины не менее занимательны. Здесь и сестра, и брат, и мать сопереживают мальчику и в то же время довольно строго оценивают его достижения. Но каким образом можно было запечатлеть все эти невероятно яркие эмоциональные образы. Маленький мальчик, изображенный в правой части картины, выглядывает из-за плеча. Этот поворот довольно сложно отразить, но многие художники во время обучения в академии тренируются изображать именно такое положение тела. Оно довольно сложно для художника. Возможно, и здесь мы видим, как у Решетникова это получается не очень хорошо, но эмоция, которая отражена на лице ребенка, невероятно яркая. Но как заставить маленького мальчика застыть на время создания эскиза или рисунка? Художник демонстрирует в этот момент диафильм. Он проецирует его на стену, и маленький мальчик внимательно смотрит за тем, что происходит за спиной художника. Собака, которая представлена на первом плане, тоже не менее интересный персонаж. Бутерброды с колбасой помогают художнику, и он делает быстрый набросок собаке, стоящей на задних лапах. Эта работа стала невероятно популярной. Почему так произошло? Она была репродуцирована на более чем 13 миллионах открыток. Этот образ разошелся и был близок каждому жителю Советского Союза этого времени. С другой стороны, мы можем говорить о том, что работа, возможно, не обладает высокими художественными качествами. Мы видим, что художник не всегда прорабатывает каждый образ тонко, не всегда поверхность его художественного полотна ровная, строгая. Мы видим некую рыхлость. Дело в том, что Решетников больше известен своими очерками, быстрыми набросками. Здесь сказывается его опыт молодости. Федор Решетников, как и многие советские люди, был невероятно увлечен Арктикой. В результате он стал участником двух северных экспедиций. Одна из них закончилась, к сожалению, довольно печально. Он был на том самом корабле «Челюскин», который был зажат во льдах в 30-е годы. В то время вся страна и, пожалуй, даже весь мир наблюдал за спасением героических челюскинцев. Именно благодаря его зарисовкам, благодаря его очеркам и даже карикатурам мы можем восстановить все то, что происходило на льдине в течение этих 100 дней. Это особая манера художника. Возможность запечатлеть в быстром жесте, в быстром рисунке происходящее и легла в основу его последующих живописных работ. И такая легкость и, может быть, даже не всегда детализация или проработка художественных полотен и легла в основу его художественного метода. И проявилась особенно ярко в работе опять двойка. Искусство скрывает много смыслов и подтекстов, и каждый сможет раскрыть их. И поможет вам в этом наша программа «История одной картины». До новых встреч!